В преддверии праздника Дня народного единства в городском Доме культуры прошел уже традиционный фестиваль «Венок дружбы», который стал для славянцев ежегодным праздником, наполненным яркими событиями, творческими и кулинарными подарками, выступлениями коллективов. О том, как культура и традиции объединяют народы, смотрите в следующем материале. Фестиваль «Венок дружбы» встречал своих гостей национальной музыкой и угощениями. Мелодии армянского барабана «Дхола» органично дополняли кубанские песни, а накрытые столы поражали изобилием национальных блюд. Анастасиевское сельское поселение уже несколько лет подряд представляет кубанскую народную культуру, кубанскую кухню. Грузия, Армения, Белоруссия, Украина, Казахстан, Россия. Фестиваль вновь объединил народы, некогда жившие в одном государстве, и в очередной раз доказал, что в нашей истории и традициях много общего. Национальные культуры тесно переплелись, обогащая и дополняя друг друга. И сегодня на праздничном столе жителей Кубани можно встретить блюда самых разных народов. Для нас они тоже стали родными. Ни один праздник не обходится без армянских шашлыков, грузинских хачапури, белорусских драников, украинского борща. А на столах наших соседей можно увидеть пельмени, растягай и уху. Армения славится своими шашлыками и, конечно же, своей долмой. Долма – это голубцы с виноградными листьями. В ней входит в основном фарш с рисом. Едят его особо с мацуном. Это наш армянский, так сказать, соус. Так, наш армянский кондитерский изделие – гатам. Представляет страну Грузия. Я на национальном свадебном костюме. Она представляет собой платье и рубашку. И сверху накидка. Национальные блюда – долма, сухофрукты, фрукты, пахлава и другие сладости. Народ должен жить в дружбе, чтобы не было войны, чтобы люди все были счастливы, чтобы они изучали другие нации, традиции, узнавали для себя что-то новое и интересное. Фестиваль «Венок дружбы» – это знаковое культурное событие. Он способствует укреплению духа добрососедства, сохранению единства между народами нашей многонациональной Кубани. Именно здесь, через музыку, песни, танцы, национальную кухню, происходит обмен традициями, живое общение между представителями разных народов, которые, несмотря на политические веяния, хотят жить в мире и согласии. Сильно имеет значение культура малых народов, проживающих в Российской Федерации. Ведь не зря сказал президент Российской Федерации, что разнообразие и культура – оно есть наше богатство. А это богатство мы должны показывать, развивать. Слава Богу, мы живем в такой стране, где есть возможность развивать нашу культуру, наши традиции. Спасибо, конечно, руководству и города, и района, и, конечно, президенту, который ставил курс такой политики. После выставки в зале городского дома культуры состоялся большой праздничный концерт. В этот день на сцене исполнялись танцы и песни разных народов. КОНЕЦ На сцене задорные украинские танцы сменялись белорусскими. Казачьи напевы чередовались с песнями на армянском языке. Культура объединила все народы в одну большую дружную семью. Как признались артисты, танцы и песни других народов обогащают репертуар любого коллектива, учат новому и позволяют совершенствовать мастерство. КОНЕЦ Разные национальности у нас. И армянский танец, и азербайджанский, и терских казаков, и кубанских казаков, и донских казаков. Помогают, во-первых, познакомиться со различными национальностями, которые у нас живут, с их манерой, фольклором, характером. Ну, что еще? Ну, и любить родину свою общую. Это потому что любой танец народный, национальный, он патриотичный. Участника фестиваля «Венок дружбы» с праздником поздравил глава Славянского района Роман Сенеговский, поблагодарив их за то, что своим творчеством они помогают сохранять мир и добрососедские отношения на нашей многонациональной земле. Славянский район – многонациональный район. У нас проживает более 50 национальностей. Все мы вместе живем, трудимся, растим детей, занимаемся культурой, творчеством. И вот сегодняшний фестиваль, национальный фестиваль «Венок дружбы», он показывает, что в наших песнях только самое хорошее. В них любовь к родине. И сегодня, как никогда, нам нужно быть вместе, быть одной большой семьей. Но я хочу сказать, у славянцев получается. Мы уважаем друг друга, мы ценим друг друга, любим друг друга. С праздником, дорогие друзья! В конце праздника всем его участникам глава района вручил благодарственные письма и памятные подарки. Глубые аплодисменты «Венцеганян» Монавеу, столица Народного хореографического ансамбля и рекламе, руководитель «Венок дружбы» «Венок дружбы» «Венок дружбы». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Анна Монавеу, столица Народного хореографического ансамбля и рекламе «Венок дружбы» «Венок дружбы».